Пообещала снять порчу и украла крупную сумму денег у хабаровской пенсионерки мошенница. 74-летняя жительница улицы Панфиловцев, поддавшись влиянию незнакомки, отдала преступнице 326 тысяч рублей. Подозреваемая работала вместе с помощницей, которая должна была убедить жертву в том, что новая знакомая обладает даром исцеления. Сообщницы стали фигурантами одного уголовного дела. Задержать подозреваемых по горячим следам у полицейских шанса не было. Потерпевшая слишком поздно обратилась в полицию. Пенсионерка только через несколько часов пришла в себя и поняла, что произошло. Жительница индустриального района рассказала, что познакомилась с мошенницей на улице, когда возвращалась домой из магазина. Лже-целительница проявила воистину экстрасенсорные способности, заявив пожилой горожанке, что у той проблемы со здоровьем. Она за меня как зацепилась и давай мне рассказывать. Взяла меня за руку и говорит, ой, на вас такая порча, у вас все болит, у вас две грыжи, у вас там то-то, то-то. Какие-то иголки мне давать в руку, чтобы я их подержала. Начала говорить, вот видите, они ржавчиной покрылись. Видите, вот давайте я еще раз посмотрю, могу я вас полечить. Уличная целительница заявила, что недоброжелатель женщины наложил порчу и на деньги пенсионерке. Она готова очистить купюры от плохой энергетики, но для этого должна их увидеть. Мошенница отправила пожилую горожанку в банк за средствами и назначила встречу через несколько часов. Для процедуры ей также потребовались куриное яйцо и черный носок. Пока будущая потерпевшая шла домой, за ней увязалась сообщница мошенницы. Она играла роль благодарной клиентки, якобы случайно оказавшейся поблизости. Она говорит, ой, она моей дочери-то помогла, ее собаку так укусил, а, ее укусил клещ, и она вылечила, она даже стала ходить, а то лежала. И вот она мне прямо бежит со мной, все это рассказывает, хвалит ее. Пенсионерка сняла со счета все свои деньги. Колдунья велела завернуть купюры в носок и дать ей. После она взяла яйцо у горожанки и поводила по спине потерпевшей, что-то приговаривая. Затем отдала носок и ушла. Пенсионерка вернулась домой еще несколько часов, не могла прийти в себя. Только вечером она решила проверить свои сбережения, но вместо купюр нашла только газетные обрезки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Полицейские призывают пожилых людей не доверять лжецелительницам и не соглашаться на ритуалы улучшения здоровья. Тем более показывать незнакомцам свои сбережения. С места происшествия Виталина Кондрахина Юлия Рябцева по материалам городской полиции. Продолжение следует...